Здравствуйте! Это новости на ННТ, студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу и коротко о главном. Не понять, не простить. Задержан парень, подозреваемый в убийстве матери. Подробности ужасной трагедии через пару минут. Масштабы впечатляют. В Дагестане появился новый туристический маршрут. Посетить черкейскую ГЭС и увидеть самую крупную гидроэлектростанцию на Кавказе теперь могут все. Новые методы и формы обучения. Онлайн-образование, как современный способ получения знаний. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орудие убийства изъято. По материалам дела будет принято процессуальное решение. Мы разговаривали о финансовых средствах. Там речь шла. Она начала думать, что она отказывается от меня, еще от одной дочки. Не помню, как, что потом. Выбежала на улицу. Помыл шлангом руки. В крови были руки. Шлангом помыл руки. Хорошо, что я уехал. К концу поехал. В Дагестане обнаружили мастерскую по переделке гражданского оружия в боевое. Цех находился в подсобном помещении жилого дома в Новом Черке Кизыл-Юртовского района. Хозяином оказался 67-летний житель села. Во время обыска были найдены различные слесарные инструменты и станки. Изъяты две гранаты, пистолет кустарного производства, самодельный револьвер, взрывчатые вещества, большое количество запасных частей и электродетонатор. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. Вопросы противодействия идеологии терроризма обсудили на семинаре с представителями Дагестана в регионах России. Встреча прошла под руководством министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрика Муслимова. Глава Миннация отметил, что министерство в последние годы усиленно ведет работу по противодействию терроризма не только в Дагестане, но и за его пределами, где проживают наши земляки, учатся, служат или работают. Муслимов добавил, что наши делегации, состоящие из представителей руководства Республики, именитых спортсменов, религиозных и общественных деятелей, выезжают за пределы региона и встречаются с дагестанской молодежью, что дает хорошие плоды. Эксперты также выступили со своими докладами и дали рекомендации для решения вопросов по работе с населением по программе противодействия идеологии терроризма в дальнейшем. Считаем, что эта работа должна быть продолжена, и мы со своей стороны готовы предложить все усилия для ее реализации. Вы знаете, в Муфте Дагестана шеф Мадафанди не устает всегда повторять одну фразу, и я постараюсь образно передать ее смысл. Мы хотим, чтобы когда, где бы то ни было в регионах, упоминая о дистанциях, люди не связывали нас с негативом, а наоборот, всегда давали выходцам из нашей республики только высокую цену. Мы стараемся прилагать все усилия со своей стороны, чтобы воплотить в жизнь это пожелание нашего законного лица. Поэтому мы открыты для диалога и сотрудничества со всеми заинтересованными лицами во благо нашего народа. Пусть и ушли, поможет нам во всех наших благих начинаниях и избавит нас от болезни. Началась подготовка к новому учебному году. Школы проходят проверку безопасности. Осмотром занимается межведомственная комиссия. В ее состав входят представители МВД, МЧС и Роспотребнадзора. К ним присоединились и росгвардейцы. Они проверяют учебные заведения на наличие и исправность работы видеокамер, металлодетекторов и сигнализации. Помимо этого, обязательно установка памяток по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Только в столице более 200 образовательных учреждений. Все они будут проверены, отмечают представители Росгвардии. Идеальное сотрудничество человека и природы. В Дагестане появился новый туристический маршрут. Компания «Русгидро» дает возможность туристам посетить черкесскую ГЭС и увидеть изнутри работу самой крупной гидроэлектростанции на Кавказе. Почему туда стоит поехать, расскажут мои коллеги. Увидеть внутреннюю и внешнюю часть плотины, прокатиться по туннелю в скале и заглянуть в машинное отделение ГЭС. По словам генерального директора «Русгидро», посещение объекта позволит людям больше узнать о работе производителей электроэнергии. Запуская экскурсии на черкесскую ГЭС, мы удовлетворяем высокий интерес граждан и отвечаем на запрос руководства Республики Дагестан и турбизнеса. Особо значимо, что первые экскурсии на ГЭС «Русгидро» начинаются в регионе с самой высокой динамикой прироста туристов. Теперь в число достопримечательностей Дагестана обязательно к посещению появится новый объект промышленного туризма. Именно общественный интерес стал импульсом к реализации проекта промышленного туризма. По данным соцопроса, 78% россиян хотели бы посетить ГЭС. И это неудивительно, ведь черкейская гидроэлектростанция является самой мощной на Северном Кавказе. Мощность черкейской ГЭС составляет 1 миллион киловатт или тысячу мегаватт. И в данный момент мы находимся на гребне плотины черкейской ГЭС. Плотина черкейской ГЭС является самой высокой арочной плотиной в России. Высота нашей плотины 232,5 метра. А вот на гребне, где мы стоим, ширина всего лишь 6 метров. Представьте, вот такой колоссальный объем воды удерживает плотина шириной на гребне всего лишь 6 метров. Объем воды водохранили почти 3 кубических километра. Арсений Котов приезжает в Дагестан уже в третий раз. Признается, что туристических объектов, обязательных для посещения, в республике много. И теперь черкейскую ГЭС смело можно включить в их число. Следующим интересным местом можно назвать завод Дагдизель. Один из его цехов расположен прямо в море. И на него можно при желании сплавать лодкой. И, собственно, на третьем месте вот черкейская ГЭС для меня. Величенное сооружение в непередаваемых масштабах. Третий раз в Дагестане. Первый раз был в 2014 году и уже видел эту ГЭС. Но ходил вокруг, в каньоне, и с далеками фотографировал. Собственно, вблизи и внутрь попасть только сейчас удастся. Возможность увидеть черкейскую гидроэлектростанцию изнутри – это не только новое туристическое направление, но и принципиально новый подход к работе энергетиков. А Дагестан стал первопроходцем на таких маршрутах. Уже в сентябре этого года туристические группы начнут посещать и крупнейшую в России Саяно-Шушенскую ГЭС в Сибири. Более 15 энергообъектов РУСГИДРА по всей России готовы принять туристов. Ларьяна Шимхалаева, Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Буйнакский район. В Махачкалинских домах начали установку нового бойлерного оборудования. Это нагреватель воды, который позволит обеспечить помещение теплом и горячей водой. Так жители домов номер 49 по проспекту Гамидова, а там 9 корпусов, обратились с жалобой к главе города. После чего состоялось собрание жильцов. Они открыли спецсчет и на собственные средства приобрели оборудование. В настоящее время специалисты проводят монтаж техники. Об этом сообщает мэрия столицы. После переговоров с ГОЖИН инспекцией и фондом капитального ремонта было принято решение средства, уплаченные жителями многоквартирных домов по проспекту Гамидова, 49, направить на приобретение и установку бойлерной системы. Сейчас ведутся работы по установке бойлеров, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено. Дербент может стать центром экономического развития. Такое решение было принято во время встречи главы Дербента Рустамбека Пермагомедова с президентом фонда поддержки международных экономических и гуманитарных программ. По мнению президента фонда, потенциал Дербента позволяет не ограничиваться на туризме, но и развивать международную логистику, морскую инфраструктуру и предпринимательство. Сейчас повышенное внимание не только к Дагестану, а к Дербенту в особенности и со стороны председателя правительства, и со стороны других ведомств. И поэтому мы сегодня здесь и хотели бы, чтобы сегодняшняя встреча стала началом непрерывного, постоянного взаимодействия. Мэр Дербента заверил гостей, что древний город готов к реализации всех положительных проектов, которые могут пойти на пользу горожан. Сегодня город развивается, сегодня есть потенциал в различных направлениях, просто нужно, опять-таки правильно вы сказали, нужно ухватить те направления, которые интересны сегодня нашему городу и где жители смогут себя реализовать. Современные методы и формы обучения. Онлайн-образование на сегодняшний день набирает невиданные обороты. Получить знания, не отходя из собственного монитора, предпочитают все больше людей. Как сегодня учится молодежь, узнал Карим Даниев. Ему слово. Образование в 21 веке – одна из самых быстро развивающихся областей. С каждым годом появляется все больше альтернативных способов обучения. От интернет-курсов до полноценных образовательных онлайн-школ и институтов. Ученик выходит по видеосвязи, у него есть расписание запланированное, удобное для него. Мы подстраиваемся под ученика как раз ты. Новые условия и новые методы. В современном мире каждый индивидуально может выбрать для себя подходящую форму обучения. Сегодня все необходимые знания и навыки можно подчеркнуть у любого специалиста, не отходя от собственного монитора. Есть дети, которые обучаются с полноценным зачислением. Это дети, которые в конечном итоге получат аттестат государственного образца. Есть дети, которые обучаются без зачисления. Они занимаются как раз для того, чтобы углубить свои знания, либо же получить что-то новое. Есть еще формат предметного обучения. Если что-то западает, либо наоборот хотят углубить, опять же, выбирают те предметы, которые им интересны и по ним занимаются. Есть еще кружковая деятельность, курсы дополнительные. По каждой категории свое определенное количество детей есть. К тому же, как я отметил, школы республики тоже подключаются с целыми классами. Они контентной части подключаются и совмещают это со своей обычной школой, как дополнительный материал используют. Халипат Агиров один из тех, кто развивает в республике формат интернет-обучения. В онлайн-школе «Дом знаний» он совместил фундаментальную классическую основу образования и современный подход в преподавании. У нас есть возможность построения индивидуальной траектории обучения. То есть ребенок сам выбирает, на какой предмет ему делать уклон. Мы для этого создаем возможности. Есть учителя, есть материалы. Более того, мы больше делаем уклон на то, чтобы ученик, выходя из стен нашей школы, мог ориентироваться в жизни. Важнейшая задача, чтобы ученику было это интересно. Научить учиться ребенка. Сейчас мир быстро меняется. Абсолютно новые профессии появляются. Соответственно, ребенок должен ориентироваться в мире и должен понимать, как освоить новые знания, которые требует рынок или работодатель. Сегодня мир меняется быстрыми темпами. И современному человеку онлайн-образование поможет за ним поспевать. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Чемпионы и призеры Олимпийских игр в Токио посетили муфтия республики. Дагестанские спортсмены поделились с духовным лидером своими впечатлениями о происшедшем турнире. Они рассказали о подготовке к чемпионату и тех трудностях, которые им пришлось преодолеть, прежде чем подняться на пьедестал. Шех Ахмат Афанди поздравил спортсменов с прекрасным выступлением и напомнил о необходимости благодарить за это Всевышнего. Один совет тоже хочу вам давать. Надо тренера, вашего учителя благодарить. Почему я обращаюсь к вам, говорю, потому что большинство молодежи на вас хотят приравняться, с вас хотят пример брать. Если они увидят, что вы учителей уважаете, они тоже будут уважать. Хотим поблагодарить вас за ту работу, которую вы сегодня делаете только для нашей республики и для нашей страны и не только. И мы хотим пожелать вам здоровья, терпения, долгих лет жизни. Мы всегда рядом, чем мы можем помочь, всегда мы рядом. Услышали очень много хороших советов. Постараемся к ним прислушаться. Точнее, не постараемся, а прислушаемся. Потому что все, что было сказано, это действительно так. И я всегда стараюсь прислушаться к старшим, тем более к таким старшим. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова